Девочка хочет тату в Египет с подружкой. Папа, зачем ты достал новогоднюю ёлку? Девочке это давно совершенно не нужно. Девочке двадцать. Она ночевала не дома. Папа звонил раз пятьсот или, может быть, больше. Девочка не подходила всю ночь к телефону. Папа не спал ни минуты сегодняшней ночью. Утром приехала, папа кричал и ругался. Девочка злилась в ответ и кидалась вещами. Девочка взрослая. Так говорит её паспорт. Девочка может бывать, где захочет ночами. Девочка замужем. Видится с папой нечасто. Папа седой подарил ей большую конфету. Папа сегодня немножечко плакал от счастья. Дочка сказала, что он превращается в деда. Девочке тридцать. Ей хочется к папе на шею. Хочется ёлку, конфету и розовый бантик. Девочка видит, как мама и папа стареют. В книжке хранит от конфеты разглаженный фантик. Девочка очень устала и плачет ночами. Папа звонит каждый день, беспокоясь о внучке. Девочка хочет хоть на день вернуться в начало. Девочка хочет домой и хочет к папе на ручки. Но девочка женщина. С красной помадой и лаком. Девочка любит коньяк и смотреть мелодрамы. Папа звонил и постарчески жалобно плакал. Вы ночью везли на карете в больницу их маму. Мама поправилась. Девочка ходит по кухне. Пахнет лекарствами и чем-то приторно-сладким. Девочка знает, что всё обязательно рухнет. Девочке хочется взять и сбежать без оглядки. В мир, где умеют назад поворачивать время. Где исполняются в лёд все мечты и капризы. Где она едет, как в детстве, у папы на шее. И ей всё видно совсем по-другому, чем снизу. Субтитры создавал DimaTorzok